В случае организации предприятия, муниципальное предприятие КНИГ-2 будет ликвидировано и вызвав заменена сторона по договору, то есть вместо муниципального предприятия КНИГ-2 арендодателем имущества является комитет управления муниципальным имуществом. Таким образом, если арендодам данного имущества захочет продолжать деятельность по реализации КНИГ со стороны комитет управления муниципальным имуществом, ему препятствовать никто не будет. Но если он не захочет и в дальнейшем использовать данное имущество арендодателем его муниципального предприятия КНИГ-2, то так и так распространится договор уже раз. Уважаемые депутаты, я добавлю, что КНИГ-2, как она будет называться, КНИГ-1 или КНИГ-10, она останется, чтобы у вас будет работать по своему профилю, вот просто приводим, нормативные отношения, все в соответствии, никто его не приватизирует, никто их обычно продавать не собирается. Книги так будут. Магазин социально важный. В связи с этим несколько конкретных таких вопросов. Есть ли в договоре все-таки обязательства сохранения профиля ООО именно торговой книгами или еще что-то? И второй момент, на который мы обратили внимание, это чрезвычайно низкая арендная плата, которую данное ООО платит на сегодняшний день в муниципальном. Соответственно, я так говорю, по гражданскому кодексу, соответственно, она такую же арендную плату будет платить и в КУМИ. Вот есть ли возможность все-таки на это повлиять и раз уж там каким-то все-таки более разумным рыночным там ставкам перейти? Потому что помещение находится на центральных улицах города, и как бы управлять им надо соответствующие тоже. Социальная направленность, вы говорите, есть. Арендная плата мала. Но предприятие не очень богатое. Книгами торговли не разбогатея. Я думаю, мы увеличим несколько раз зарендную плату. Просто предприятие пропадает. Конечно, одна опасность какая есть? Что если нет, сохранили профиль в договоре, именно торговли книгами, то завтра там начнут торговать алкоголем и будут платить те же там 10 тысяч рублей в месяц, как сейчас платят. Или сколько? То есть, может быть, инициировать там, например, ее, так скажем, прописать профиль магазина? Я просто хочу сказать о том, что этот магазин уникальный в том плане, что это история нашего города, Дзержинска. Вот еще я, когда пошел в первый класс, помню, что у меня покупали учебники, когда шифры принадлежатся к этому предприятию. А почему меня удивляет вообще изначально? Почему этот вопрос поставлен? Причем, смотрите, как он поставлен на основании. Значит, его присоединяют к предприятию «Прогресс-2», которое находится в посылке Петряевка, улица Матросова. Об этом предприятии вообще ничего не говорится. Обоснование какое-то слабое. Он хоть небольшой, но прибыль вообще по большому счету дает. Вот не так давно он отмечал свой юбилей, я был на этом юбилее и видел массу жителей, которые приносили, приходили и говорили большое спасибо. И дальше я считаю о положении, так сказать, концепции оптимизации. Посмотрите, что получается. Причем в форме присоединения «Прогресс-2» в дальнейшем высвобождении мультипинципального имущества. А имущество это как раз заключается в здании расположенном. То есть оно будет освобождено, и что там будет находиться, непонятно. Для этого, наверное, это и делать, чтобы это здание по большому счету освободить. Я бы хотел депутатам рассказать, чтобы обратили на все это дело внимания и по возможности сохранили вот этот уголок. Потому что магазин достаточно прогрессивный, я там недалеко живу и часто бываю. А как институт, мы с ним работаем, когда говорим, он достаточно оперативно реагирует. Поэтому, наверное, заслуга наша будет в том, чтобы сохранить эту историю кусочек города Сержинска и сохранить этого предприятия, и куда его, так сказать, не передавать. И еще один момент. Я разговаривал с директором. Она не очень хорошо, что вообще понимает, что происходит. Ее не пригласили ни на комитет, так сказать, ни еще куда-то. Тем более, сегодня-то всегда не в дом. Мое предложение, так сказать, отложить еще раз на комитете. Я свою позицию высказал. Я не знаю, позицию председателя КУМИ, может, она отличается от моей, но я очень хочу, чтобы профиль не отличается от моей. Пожалуйста, депутат Снаков. Реорганизуются в первую очередь социально ответственные мухи, которые несут социальную нагрузку. Это книги, это брикмахерские, а такие мупы, как магазин 65, такие мупы, как мупфлора, которые занимаются исключительно сдачей в аренду помещений, не трогаются. Более того, к ним присоединяются эти освобождающиеся помещения. Я вообще хотел бы сказать о реорганизации. Мы уже три года, по-моему, этой реорганизации занимаемся, никаких видимых эффектов от нее не получаем. В магазину 65, по-моему, я могу ошибиться, цифр порядок примерно такой, порядка 6 миллионов за прошлый год получил прибыль в виде реорганизации, а в бюджет попал какие-то копейки, потому что магазин 65 покрыл какие-то долги. Значит, мупфлора, который тоже никак не реорганизуют, сдает помещение в аренду, а долг 500 или 700 тысяч уже в 10-й год на нем висит. И вот эти все процессы мне совершенно как не нравились, так и сейчас не нравятся. Просто еще раз, мы на комитетах об этом три года говорим, мы принимали решения, которые администрация еще лет 10, наверное, может выполнять. Поэтому хотел бы обратить внимание на все решения комитета, предпринимательства, администрации города, наработанные за эти три года, в том числе и реорганизации МОГУ. Спасибо. Я прокомментирую, с вашего позволения. Мы как раз и занимаемся оптимизацией МОГУ путем присоединения для их ликвидации, не ретабельных, имеющих долги, потому что с долгами мы не можем его ликвидировать, иначе как через стадию вопроса. Извините, еще добавлю, значит, исполнять бюджет в то прошлое года недополученных доходов в том числе и были как раз по статье продажи и имущества муниципального, и его аренды. То есть план КУМИ был не выполнен в том году. Это в том числе и плохая работа по реорганизации, и вообще, еще раз говорю, по сдаче муниципального имущества, находящегося в МУПе на хозяйственном ледении. Вот чтобы такие вопросы не возникали, когда МУП книга 8 тысяч в месяц получает аренду от ООО книга, нужно просто с этими МУПами давно уже было разобраться. Переносится этот вопрос на следующее заседание. Следующий вопрос.